...каждый будет. У каждого семена прикроется больше и больше денег. За последний год есть еще стоящий вопрос. За последние два года еще больше. Меня это откровенно радует. С одной стороны, у меня очень циничный бизнес. Чем больше ситуация в стране, тем больше мы их клеим. С другой стороны, меня радует, что люди начали думать о собственной безопасности. Мы же учим детей нормам личной идеи, правильно? Мы учим детей, что надо. Мыться каждый день, утром и вечером. Чистить зубы. Стричь ногти. Ходить в чистой одежде. Это общепринятная практика, правильно? Мы учим детей правилам дорожного движения. Что не надо приходить на дорогу на красный свет. Перебегать в неположенном месте. Что надо сидеть за рулем пользоваться поворотниками, не быть видорасом. Почему-то считается, что нормам личной безопасности учить человека не надо. Здесь как есть некие специально обученные профессионалы, которые в случае чего приедут и помогут и спасут. Потому что нормальный человек этого всего знать не должен, потому что это только параноики это делают. Они носят с собой вот эти чемоданы CDC, какие-то там ножи, жгуты, психи по-моему. Зачем? Я же в городе живу. Есть полиция и скорая опция. По-моему это Хайнлайн сказал, что отказ от насилия означает, что вы рассчитываете, что за вас будет это насилие применять что-то другое. Вот так вот. Пацифисты хотят, чтобы за них воевали другие. Я считаю, и все больше крепит вам это убеждение, что несоблюдение человеком правил личной безопасности так же противно, как несоблюдение правил личной гигиены. Вы же не обязаны каждый день мыться, правильно? Это ваше личное право. Но на вас будет просто взгляд в коллективе, если у вас будет вонять, правильно? Вот у меня люди, вот эти лучезарные ебанашки, которые не думают о собственно безопасности, они же, суки, думают, что за них кто-то будет вписываться, правильно? Что когда их будут убивать, кто-то придет на помощь, и какой-то патрульный с зарплатой, простите, в 300 долларов в месяц должен будет пойти и поймать за него пулю. Потому что он лучезарный ебанат, и он с собой оружие не носит. Кто-то другой должен меня защищать. А я не должен никому не защищать. А что твоя жизнь, чувак? Она никому, кроме тебя, не знала. Я не рассчитываю, что мне кто-то придет на помощь. Я позову на помощь, я буду очень рад, если мне придут на помощь. Я учу других людей, что надо звать на помощь, правильно себя вести, можно организовать, да? Только не кричать «Помогите кто-нибудь!» Сказать «Вот ты с бородой помоги мне!» Тогда будет конкретный призыв конкретному человеку, он придет на помощь. Потому что он уже будет еще 100 лет. Но при этом ваша жизнь, ваша безопасность – это ваша ответственность. И ваш бог соблюдать нормы личной безопасности. Это нормы личной гигиены. Не ходить без оружия. Уметь оружием пользоваться. Это самая оружейная культура, которую нам прививают. Не прививают, а прикладывают в ее отсутствие. Опа, напывают, а так убывают. Вот я в Молдову ездил. На семинах пришло из 25 человек, там человек 12 было с боевым оружием. Они когда эти блоки выложили ИПМ, я думаю, ну они что, они из другого теста? Молдоване. Так не убивают друг друга. Он говорит, у нас пришли в убийстве, не было бы. Сколько в Киеве было объяснить. У нас в стране идет война. Но при этом у нас в зоне АТО гибнет людей гораздо меньше, чем в Киеве. У нас война идет на наших улицах. Вы пообщаетесь, нас спил прокурор был, он рассказал, что наши уровни преступности такие, что не защищать себя, не учиться элементарным навыкам первой помощи, правовой грамотности и так далее, это безупресканно. Это означает, что вы рассчитываете, что кто-то за вас поймает путь. Что кто-то к вам приедет и наложит вам этот жгут. Не будет так. Хуже другое. Вы помните про мужика, который умер, потому что ему скорая не приехала. Ишемическая болезнь сердца, остановка, его качали, скорая ехала 25 минут. Потому что не было свободных бригад. Потому что кого-то вызвали на высокую температуру, кого-то вызвали на сломанный палец. То есть кто-то козел сломал палец. То есть он на такси поехал в трампунт, вызвал скорую помощь. Из-за этого козла, грубо говоря, умер человек с пороком сердца. Потому что он занял скорую. Соответственно из-за какого-то, прости господи, лучезарного ебаната, который вызовет полицию. Эта полиция не приедет ко мне домой, когда она мне будет нужна. Потому что они оттягивают на себя ресурсы. Это люди, которые не заботятся о собственной безопасности. И возлагают это на плечи Олега. Они же воруют, по сути, Олега, у того, кому он реально нужен. У них тоже не просто. Да, конечно. Наш семинар называется «Паранойях на живой», но это не паранойя. Это за свою жизнь и за жизнь своих близких. Я должен уметь эту жизнь защищать всеми способами. Рукопашными, стрелковыми, медицинскими, юридическими. Это моя ответственность. Я для себя принимаю такое решение, что я буду это делать. Судя потому, что вы здесь сидите в подвале в выходной день уже 6 часов. Наверное, я тоже принимаю это решение. Претей Рождества. Да, канун Рождества католического и первый день Хануки сегодня наступает. С чем я вас и поздравляю. Олег, дополняйте. Коллеги, ну, много сказать нечего. Антон сказал все, я сказал все. Все когда все благодарен, видеонам он сказал все то, что наболело. Обратите внимание, что большинство людей в этом зале либо н satu футболку Кравмага, либо здесь не первый раз, либо пришли свои родные и близкие. Обратите внимание на то, что нас что-то объединяет, потому мы и здесь, я так же правильно сказал. Но обратите внимание и на то, что не каждый из нас пришел со своим родным и близким. И мне тоже очень сложно своим родным детям объяснить, что такое безопасность. Я вложу на это тоже свою жизнь, как и Антон. Он со своей стороны, я со своим делаем, а два дела. И мне тоже очень сложно друзьям, знакомым, супруге моей, которую многие из вас уже знают по семинару, объяснить, что такое безопасность. Что безопасностью нужно заниматься каждый день. Что параноик, но живой, это правильно. Что оказание первой помощи, это не регламент желания. Это навыки, которые нужно уметь и отрабатывать до автоматизма, как навык работать с оружием. Самое тяжелое и самое обидное, знаете в чем? В том, что количество денег и количество ваших знаний в вашей голове к вашей безопасности не имеет ни малейшего отношения. Потому что нет понятия культуры безопасности. Повышая эту культуру безопасности среди среди своих родных и близких, надоедая им, скандали с ними, заставляя их, не входить в темный подъезд, не выходить из дома без перчаток, не выходить из жгута, уметь пользоваться ножом и жгутом. Вот только тогда мы сможем сказать, я сделал все, что нужно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ